Да мир! Ты меня дуришь! Друзья, ну что, мы пришли с Меричем домой. Поход на почту не увенчался успехом. Сначала у них не работала программа. Потом мне сказали, что безналичным расчетом расплатиться будет нельзя. Соответственно, я не заплатила за телефон. Завтра среда, и по средам почта не работает. Просто, блин, замечательно! В общем, я не заплатила за телефон, но я, слава богу, все еще успеваю. Я пошла, сняла деньги на банкомат. Вот, сходила в банк, сняла деньги. И на данный момент мы дома. Мы зашли, купили сок в магазин. Мы зашли в амбар. Купили вот такой вот сок. Все, больше ничего не покупали. Да, Мерочка свою первую самостоятельную мне принес. И здесь пятерик. Пятерочка. Я страшно горжусь ребенком. Вот. Страшно им горжусь. Молодец. Вы знаете, какую бы оценку он ни принес, я бы в любом случае им гордилась. Вот. А двойка, я всегда говорю, что это повод для того, чтобы что-то больше проработать. И на что-то больше обратить внимание. Как бы печально, но факт. Ты хоть кричи, хоть не кричи, хоть дерись. Как сегодня соседи делали домашнее задание. Видимо, они учатся в первую смену. И они по этому поводу очень скандалили, скажем так. Вот, по поводу домашек. И вот сколько кричи, сколько не кричи. Сколько скандаль, сколько не скандаль. Ты хоть с кулаками на этого ребенка кидайся. Я такое воспитание не приемлю. Вот. Но такое воспитание, к сожалению, приемлят очень многие российские семьи. Это никак не изменит оценку. Тут нужно читать, вдумываться, прорабатывать ошибки, которые допустил ребенок. А не бить его. Не знаю. Вот когда вы идете, например, в автошколу. Вы себе представляете, чтобы вас тренер бил? Для того, чтобы вы понимали лучше, как водить машину. Вот представьте себе эту ситуацию. Я приводила уже. Ты хочешь выйти? Иди. Иди, Бубу. Так вот. Вы себе представляете такую ситуацию? Я уже сравнивала там, например. Там, я не знаю. Сходила к подружкам вина выпить. Приходишь домой, а тебя муж с порога лупит. Позже пришла на 15 минут. Ну, я не знаю. Или там перепела. На веселе пришла от подружек. Или еще что-то. Не важно. Ну, вот допустим, да. Вот у меня пришла новая ассоциация. Представьте, что вы пошли в автошколу учиться. Для меня просто автошкола это больное место на данный момент. Вот. Потому что я хочу купить правила дорожного движения. И я хочу пойти в автошколу. Но с моим графиком напряженным я просто в шоке. Я даже испанский еле-еле, а иногда и то не могу впихнуть в свой график. Я просто офигею, блин, с этого. Я в последнее время, ну, я вообще почти сутками, наверное, не сплю. У меня не вмещается работа, кружки, домашки, школа. Домашние дела. Я не знаю, куда мне тут впихнуть испанский. Я не всегда могу это сделать, к сожалению. И у меня еще навалилось на меня, работа добавилась. Это жопа. Это жопа. А я еще хочу ПДД учить и в автошколу пойти. В общем, ладно. Вот представьте себе, у вас что-то не получилось, а вас начинают лупить за это. Вот так вот, а за шкирняк. И об бампер так. На тебе, на тебе, дура. Или об руль. Не это самое. Что ж ты не догоняешь? Тут надо то, тут надо это. Тут там, где поворачивать, там еще что-то. Что-то там включать в машине. Представьте, если тренер ваш, да, вот учитель или как педагог этот, да, который рядом едет. Представьте, если он вас будет бить за это. Это же просто капец. Это уму непостижимо. Но почему-то ребенка можно бить, по мнению родителей. Вот вы сидите, делаете домашку, и вот ребенка можно бить, если ты не догоняешь, как ему объяснить ту или иную тему, да, он там в школе не понял, например, да, или пропустил в связи с какими-то моментами. Вот он не догоняет. И вместо того, чтобы найти другой подход, порыться, да, порыться в интернете, там еще что-то, найти какие-то другие варианты. Проще просто схватить за шкирняк и лупить, судя по всему. Так, Домирчик принес мне поделочку. Ну, ему поставили за нее четыре. Ну, я поставлю ему от себя, от своей души. Для меня это твердая пятерка, потому что это делал мой ребенок своими золотыми ручками. Для меня. Вот. Для меня. Вот такая вот поделочка красивая. Так что я горжусь Домирчиком очень сильно. И пятерочка по самостоятельной. И вот такая красивая работа. И на кружок ходят по английскому. И то, и все. Умочка, а не ребенок. Все, ребяточки. Гордитесь своими детьми. Находите с ними взаимопонимание. Не ругайтесь. А также со своими другими близкими, родственниками и так далее. Потому что он того не стоит. Находите друг к другу подход, какие-то цепочки, взаимопонимание. Вот. И до новых встреч. Ну а мы завтра, нет, послезавтра, значит, на почту оплачивать телефон. Раз не срослось.